И так, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. У меня сегодня такой обычный житейско-бытовой влог-блог. Собралась сейчас в магазин, чуть позже расскажу, зачем. Вообще новостей много накопилось, но это уже я сяду и спокойно вам всё расскажу. В понедельник мы были в клинике, у нас было очередное посещение, узнали, как там дела обстоят с моим здоровьем, со здоровьем Люсеньки нашей. Как всё протекает, расскажу в подробностях в следующем видео. Также прошла, как же он называется, глюкозотолерантный тест, кажется. Тест на скрытый диабет. Это то, чего многие женщины боятся, потому что ну как-то, как будто бы не очень приятно, не очень приятное мероприятие этот тест. Потому что надо выпить там раствор, противный раствор глюкозы, очень сладкий. Ну короче, все переживают, там куча всяких кошмаров на эту тему в интернете написано. Вот. Расскажу, как в корейской версии это прошло, но судя по моей, довольно рожа прошло легко и непринужденно. Так, сейчас я иду в магазин. Сегодня я собралась выпекать рождественские печеньки и рождественские пряники мужа на работу, для настроения, для коллектива, чтобы вместе сели попили кофе. Ну, для меня особо это ничего не значит, 25 число, Рождество, декабря, да, это как бы, ну, это не в наших традициях, вы понимаете. Вот. Я жду 31, для меня это главный праздник. Ну вот хочется сделать приятное, ребята на заводе, наверное, будет приятно, такая нотка праздничного рождественского настроения. Вот. Иду докупить некоторые ингредиенты. Результат покажу, процесс, наверное, не буду записывать, потому что, ну, это запись видео, все вот это замедлит, замедлит. Это и так будет немножко утомительно. Вчера я думала над оформлением, идеи придумывала, и несколько формочек сделала своими руками, потому что не нашла подходящего здесь в магазине формочек. Маленькие такие, маленькие ни к чему. Маленькие ни к чему, будет пересушенное, жесткое, не надо. Вот. Нам такого счастья. Вчера думала над оформлением, сегодня буду выпекать. Вот. И контейнер надо какой-то. У корейцев тут такая привычка, они, я так поняла, не возвращают контейнеры, там, посуду. Но если чем-то угощаешь, еще ни разу никто не вернул. У меня был хороший контейнер. Вот. Я в него положила тортик, угостила, так сказать, друзей мужа, контейнер до сих пор не увидела. Мы, кстати, жили с родителями в общежитии, там тоже у нас была традиция угощать, соседи-соседи всякими там вкусняшками угощали, но обычно возвращали, то есть тарелочку там или какой-то контейнер, то есть туда что-то потом тоже клали и возвращали, то есть угощали. А тут не возвращают посуду, у меня уже так доска ушла разделочная, уже контейнер так ушел. Кстати, доска, это мы далеко ввезли тортик, я вам, чтобы он никак не, знаете, там не повредился, я его в фольгу и на дощечку такую разделочную положила и в пакетик. Вот. Ну, довезли удачно, все хорошо, тортик понравился, тортик был вкусный, но дощечку никто не вернул, уже не вернет. Вот. Вот сейчас, поэтому надо контейнер для печенья купить такой большой. Вот. И кое-что из украшений. А так основа есть. Все, пойду, побегу, погод сегодня отлично, настроение у меня отлично. Вот, все хорошо. А, да, еще супер важная новость. Каким-то чудесным образом мы будем праздновать 31 декабря. То есть, никому не навязывала, никому ничего, как любят люди говорить, со своим уставом, в чужой монастырь не ходят, чужая культура, не надо ничего навязывать. Никому не навязывала, но как-то так получилось. Спросила у мужа насчет Рождества, там, что там хочет, не хочет, какие-то планы. Ну, вот, 25-го будет Рождество. Он такой, типа, что-то, я не знаю. Я говорю, может, 31-го тогда? Я говорю, да, давай 31-го, как мы в России с тобой отмечали. Ну, такая ностальгия по этой поездке в Россию. Все-таки он не часто путешествовал в своей жизни. Я говорю, ну, отлично. И еще решила брату написать его, тоже узнать, когда он там, 25-го приедет. Еще на всякий случай предложила 31-е. И он такой, о, я ему пишу, типа, Санта-Клаус уже для тебя приготовил подарки. Хотя бы готовила я, значит, не Санта-Клаус, а у тебя Дедушка Мороз. Вот, со Снегурочкой. И он такой неожиданно мне отвечает, что 31-го. Между 25-м и 31-го выбирает 31-го. И вот каким-то таким чудесным образом мы будем праздновать Русский Новый Год. Вот так вот, никого не пришлось уговаривать. Вот, поэтому супер настроение. Планирую меню уже. А сейчас пойду в магазин. Пойдемте, посмотрим, что там за погода. Что там люди делают. Так, погода хорошая. Солнышко светит. Солнышко светит. Никаких признаков праздника, конечно же, нет. Так, я так и не купила зимнюю обувь. Ну, тепло. Тепло, наверное, и не нужна она, эта зимняя обувь. И так сойдет. Так, все, примчалась я из магазина. Думала, буду снимать весь процесс шоппинга. Но нет. Маленький ломится в дверь. Сейчас я его пущу. Я его не пущу, потому что тут елка. Он будет нервом, мне трепать. Сейчас я дозапишу и сама к нему выйду. Соскучился без мамки. Усатик. Ариночка спит. Вот. Бегала главным образом, конечно же, вынюхивала подарок к празднику для мужа. Для его брата я уже купила. Вот осталось для мужа. Понятия не имела вообще, что покупать. Но так вот, кое-что купила. Конечно, не покажу, потому что муж смотрит мои влоги. Поэтому вам не покажу, что купила. Что-то надо еще докупать. Дорого тут шопиться, конечно, по моим деньгам дорого. Ну и по мелочи купила. Сейчас покажу, что. Так, купила вот такой вот лак. Так, фокусируйся давай, камера. Короче, тут звездочки и блесточки, и сердечки. Розовенько это все такое. Не фокусируйся, зараза. У меня есть основа. И вот на эту основу вот этих блесточек. Потом покажу, что получилось. Я маникюр редко сейчас делаю. Ну, в смысле, пользуюсь лаком редко. А маникюр делаю это время от времени. Конечно, подтачиваю ногти, удаляю кутикулу, отстригаю. Выстригаю. Не фокусируется, говорит. Не знаю, видно, не видно. Так, ну, естественно, купила то, за чем ходила, сахар. Прикиньте, такая, думаю, не понесу издалека сахар. Из дальнего торгового центра, что переть, надрываться. Я возле дома куплю. А возле дома не оказалось, представляете. Пришлось, ну, не возвращаться, но просто дальше, чуть дальше пройти, по соседству купить. Не люблю эти мини-маркеты, знаете, в них наценка. Вот этот на 60 рублей дороже. Чем в большом супермаркете. Ну, что это такое? Ну, по здешним меркам это, типа, мало. Это около тысячи вон. Это, типа, небольшая разница. Типа копейки. Ну, для меня, как для русского человека, понимаете. Там он полторы, а тут две с половиной. Вот этот вот никчемный сахар. В общем, белый, неполезный сахар. Так, яблочный уксусик купила. Это мне для выпечки. Гасить соду. Вот такую вот посыпочку купила. Буду использовать не для всех печенек, а для некоторых. И коробушечку купила. Думала, куплю контейнер, но купила в итоге коробку. Коробку, потому что по цене то же самое. Нет вероятности, что мне обратно принесут контейнер. Ну, пусть. А коробка вроде понюхала без посторонних запахов. Не открывается. Ну, естественно, поскольку непонятно. Такого коробка общего назначения под подарки. Да, пищевая, не пищевая, непонятно. Сюда, естественно, пекарскую бумагу, пергамент постелю. И будет как бы и уютно. И красивее будет смотреться с пергаментом. И, в общем, и гигиеничней. Такой хороший размер. Как раз поместится столько печенья, сколько я планировала. Так. А, кстати, у меня тут еще лежит упаковочная бумага. Это подарки упаковывать. Вот три рулончика бумаги. Это не клеенка. Специально бумагу выбирала. 60 рублей. Ну, 62 где-то. Три рулончика. И вот такие вот две открыточки. Такие немножко в стиле ретро, да? Согласитесь, такое что-то немножко ретро такое. Две открытки тоже 60 рублей. Тоже подпишу и положу. Подпишу и положу. Что это у меня такое? Ой, это у меня шелуха от мандаринов. Я, короче, тут сушила мандарины для декора. Ну, можно апельсины там сушить мандарины. Оказывается, так тяжело вообще. Это кошмар. Они вообще не хотят красиво высыхать, деформируются. Ну, слава богу, не заплесневели без плесени. Ну, короче, в итоге из того количества, которое я сушила, ну, там максимум штучек 6 можно отобрать. Так что это не так легко, как кажется. Вот эти, вот знаете, кругляшики такие из апельсинов. Для декора вот это вот то, что делают. Это, оказывается, не так легко все это сделать. Это не раз-два и готово. Это прям длительный процесс. Так, пошла печь печеньки. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok И так, это снова я. Всем привет! Посмотрите, какая я растрёпа после вчерашней бурной ночки, проведённой за выпечкой. Вот, присела попить чайку и с вами поболтать. Кстати, какой чай мне муж купил сразу в кучу упаковок. Это чай Акбар чёрный. Премиум Голд. Прям, живя в Корее, очень радуешься хорошему чёрному чаю. Потому что, ну, чая тут много, но так, что вы знаете, прям хороший нет. Я, кстати, сама заметила, что они не прочь, в общем-то, угоститься. Приходя к нам, друзьям уже не прочь угоститься. Если они видят чёрный чай, до этого у меня был Гринфилд такой в пакетиках. Мы покупали его в узбекском магазине. Они такие, ой, это что, чёрный чай? А можно взять? Конечно. Так вот и растащили всю упаковку этого чая. Живя тут, понимаешь, что чай, который мы пьём у себя чёрный, он имеет какие-то, ну, оттенки вкуса. Муж вышел в трусах из душа, хотел носки донести до этой, до корзины. В итоге метнул, метнул через всю кухню, чтобы тут не светиться в трусах на заднем плане. Так, что у меня? У меня мандаринка. Два ящика. Мандаринка такой она показала. Мандарин у нас еще два ящика. Я не знаю, тут очень много мандаринов сейчас едят. Остатки роскоши. Посмотрите, вот такая вот осталась печенюшечка. Так, рассказываю, что за тесто. Делала два вида теста, но по итогу три. Последний вид теста на два потом ещё разделила. Одно добавила какао, другое так оставила. В общем, первое медовое, такое заварное, делается почти точно так же, как коржи на торт медовик. Почти одно и то же. Ну, как почти, да, одно и то же и есть. Просто на медовик мы в этом катаем тонкие коржи, а на вот эти вот печенюшки, на пряник или как он там называется. Ну, короче, заварное тесто такое медовое. По толще, прям миллиметров пять, может даже шесть, чтобы он внутри осталось такой мягкий. Вот. Очень хорошо. А, кстати, уже сходил муж на работу сегодня, естественно. Меня очень хвалили, мне очень приятно. Это, наконец-то, знаете, хоть что-то приятное. В плане оценки моих кулинарных способностей. Потому что тут немножко другие вкусы у людей. Ну, как немножко, принципиально другие. И если ты у себя на родине была такая вся хозяюшка, тебя все хвалили, говорили, как вкусно ты готовишь. То переезжая сюда, ты такая, типа, тебя иногда даже просят не готовить. Ой, не надо, не надо, не готовься, не готовься. Мы это, типа, сами-сами тут что-нибудь. Чтоб ты это ни в коем случае не готовила, эту свою дурацкую еду, которую они есть не очень хотят, не очень любят. А, так, не рассказала. Забыла. Не довела мысли до конца. Первое тесто было медовое. Готовится точно так же, как коржи на торт медовик. Только раскатка более толстая. Рецепт коржей я брала на канале Цыганка готовит. Мне там больше всего понравился рецепт вот этих коржей на медовик. В этом году я первый раз пекла этот торт медовик на юбилей на наш. В общем, тут, кстати, он тоже всем понравился. Потом еще раз пекла. Вот. И по ее рецепту вот с этого канала брала. И второе обычное масляное печенье. Часть сделала ванильное, во вторую часть добавила какао. Вот. Вот так вот сделаю. Просто вкусно. Единственное, что на роспись ушло много времени. Наш чистый шелковистый пришел кот и попить. Так, это была елочка. Без глазури. Напрягалась я по поводу глазури, потому что, как-то, знаете, не привыкла я, что у меня дома сахарной пудры нет. У меня всегда была кофемолка. Я в кофемолке молола сахарную пудру сколько угодно из обычного сахара. А тут у нас стоит почти 90 рублей за 100 грамм. Я купила один пакетик и все переживала. Хватит мне пряники все покрыть или не хватит. Хватило. Просто некоторые непокрытые я себе оставила. Себя кормить, угощать. Очень вкусные, медовые вообще. Отличные. Ну, а масляное вот это вот песочное печенье. Ну, печенье и печенье. Все. Я не стала экспериментировать с корицей там, со всякими этими специями, потому что я не знаю, любят они или не любят. Поэтому выбрала мед, ваниль и шоколад. Ну, в смысле, какао добавила. Мне, кстати, муж сегодня подарил вот такого вот ребенка в костюме тигренка. У нас Люся, кстати, родится в год тигра, поэтому очень символично для нас. Такой ребенок в костюме тигреночка. Кстати, очень мистическая история, что касается тигров, потому что у нас родители тигры с мужем были. Моя мама тигр и его мама с папой тигры. Вот в следующем году тигриная энергия к нам возвращается. То есть, мамы моей нет, она уже на том свете, его мамы с папой тоже нет. То есть, тигры сначала ушли от нас, теперь тигринная энергия возвращается в нашу жизнь. Не знаю, как мы будем с этим жить. Посмотрим. В плане гороскопа ребенок будет огонь просто по всем планам. Огонь. Овен или овенка, кто как называет, и тигр. Просто такое двойное, двойная катастрофа какая-то. Буду надеяться на то, что своим таким спокойным, размеренным характером я смогу повлиять на личность ребенка. Все-таки дети берут пример с родителей. Так, не знаю, что, наверное, видео длинное уже получилось. Да, длинное. Буду заканчивать, болтать. Как-нибудь в следующем влоге поделюсь своими мыслями на тему новогоднего меню. Сейчас я вообще, знаете, это такая... Я в три часа сегодня проснулась. Три часа. И коты, коты же мне всегда помогают. Они тоже... Я смотрю, я думала, уже катастрофа какая-то будет. Три часа. Они, наверное, есть, хотят, молотки переполнены. Нет, они тоже даже не вставали. Потому что они тоже допоздна со мной хлопотали на кухне, устали. И мы вот спали как убитые. И сейчас, смотрите, лицо припухло, подтекло. причесон вообще шикарный. Муж такой мне сегодня говорит, я, наверное, тебе подарок в следующем году подарю. Еще бы, знаете, блин, он в этом месте очень дофига тратил. И в его понимании подарок это что-то прям такое, прям глобальное, да. Понятно, что у него есть наверняка деньги купить, ну, что-то, ну, не знаю, косметический наборчик какой-нибудь. Нет, ему надо что-то прям подарок, подарок. Конец месяца, видать, уже финансы поджимают. Но он очень много тринькал денег в этом месяце. Поэтому он говорит, можно я тебе подарок подарю? А я даже не хотела и не думала. У нас этот год очень, знаете, богат на покупки был. И на подарки от всяких друзей и родственников. Потому что у нас мы сделали ремонт. У меня что там? А, нет, это на экране. Я думала, у меня что-то на этом. Там, на задней дверце. Делали ремонт, приобреталось много новых вещей в дом. Потом мы узнали, что мы ждём ребёнка. Покупалось много вещей для... Ну, не много, но приличное количество вещей для ребёнка. Потом друзья начали дарить то на новостелье, то для ребёнка. То есть... Все вот в этих вещах-вещах я особо, знаете, не веществ. У меня немножко избыток вот этого потребления немножко напрягает. Ну да, это всё было нужно, но просто очень много всего было в этом году. И я такая даже сижу и думаю, блин, если бы ты не сказал, я бы и не подумала. Потому что... Ну, я ничего не хочу. Серьёзно. Что мне дарить? У меня даже мысли нету, чтобы я могла попросить себе в подарок. Вот. Не знаю. Кстати, когда я приехала из России сюда, уже визу получила, муж меня прям встречал с подарками и подарил мне такую целую большую сумку там комплектов, белья, цепочку с кулончиком золотую, подарил, часы, то есть куча подарков. И я думаю, господи, какие ещё в этом году подарки? Для меня вот в плане того, что я хочу сейчас, ну, просто чего-то хочется, ну, праздник какого-то, эмоции, наверное, веселье какого-то хочется, события какого-то веселья, события и веселья, куда-нибудь выбраться, сходить. Вот больше хочется, чем каких-то подарков. Я даже не знаю, что бы я заказала. Ничего. Мыслей просто ноли. Так, ладно. Не знаю, пора ли поздравлять с наступающим, на всякий случай, с наступающим. Теперь каждое видео до конца этого года буду поздравлять вас с наступающим, потому что больше некого, тут нет такой традиции. И, естественно, вы тоже, если вам не тяжело, пишите мне с наступающим, потому что тут я это ни от кого не услышу. И как-то, знаете, в конце года это очень странно, потому что в России ты слышишь ото всех, там, от кассиров, где-нибудь в пятерочке, от случайных прохожих, от человека, с которым там в лифте едешь, ты слышишь с наступающим, с наступающим. А этот год будет какой-то, это, не совсем привычный. Никто не скажет с наступающим. Вот. Сегодня сочельник, завтра рождество. Они отметят, как бы, ну и все. А вот это вот 31 декабря, это никому, кроме нас, не надо. Так что я в этом смысле одинока. Хорошо, что решили праздновать со мной вместе 31. Вообще, шикарно. Будет у нас праздник, а то я думала, знаете, никто не захочет, я буду одна. Ну как хотите, одна. Еще у меня была такая мысль по какому времени, по нашему времени, по российскому, или по местному времени. Здесь разница в 6 часов получается. Ну, с моим городом, где я жила раньше, с Воронежем. Понятно, что Россия большая, часовых поясов много, но именно с моим городом, да, вот там Воронеж, Москва, это 6 часов разница. Вот. Да. Поэтому я такая, ну смысл, как же вот эти вот фильмы, потом, куранты, речь президента, это что, мне ночи не спать, ждать, ждать. То есть это, ну как ночи, это под утро, да. Это будет под утро. То есть в 12 часов ночи тут по нашему времени, по московскому, тут 6 утра уже. Все. Еще мне до 6 утра. Ну, что-то я решила, наверное, так, по здешнему времени отмечу, а потом просто посижу подошву, пощелкаю. Хотела сказать, пощелкаю канал, ага, пощелкаю. Ну, в интернете посмотрю, с ноутбукса своего, какие-нибудь, трансляции с наших телеканалов. Я не скажу, что я особо любитель, ценитель телевизора, но в Новый год всегда хочется, потому что, не знаю, как-то это ассоциируется с детством, в детстве, вот так вот всегда под телевизор готовились, вот эти салатики готовили, тортики пекли, накрывались столы под телевизор, весь день проходил под телевизор, и поэтому это скорее не любовь к телевизору, а просто любовь к празднику и к устоявшимся традициям. Так, всех люблю, целую, до новых встреч, новых видео, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok